Я попрошу от вас только одного Спойте мне сейчас припевчик Еще! Вот теперь спасибо! Наконец-то я снял свое промо Ты должен быть политически активным Ты должен быть показательно спортивным Ты должен быть в каждом рейтинге повыше Ты должен быть на растяжках и афишах Ты должен жить с плаката улыбаясь Ты должен жить успешно продаваясь Ты должен быть открытым всему миру Ты должен быть веселым и счастливым Кто вы? Идите нахер! Я вас не знаю! Ты должен им лицемерно улыбаться Ты должен именем устанно восторгаться Ты должен радостно принять от них награду Ты должен делать вид, что это тебе надо Ты должен быть, когда они пируют Ты должен быть, когда они горюют Ты должен чуять, что им интересно Ты должен знать, сука, свое место Кто вы? Идите нахер! Я вас не знаю! 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 здорово ребят проходим я раскидываю пока посты о том что стрим начался и вот вот и и а и и и и и КОНЕЦ Салют! Ребята, возвращаются разборы альбомов. Это довольно специфический формат. Во-первых, он будет в записи. Так что, если вы смотрите это в записи, вам тоже салют. Лайку поставьте. Во-вторых, это необычный разбор альбома. На прошлом стриме я устроил новую активность, где мы, пусть и с кривыми шансами, но все-таки рандомно выбирали, какой альбом я буду разбирать следующим. Обычно все разборы до этого были выбраны мной. То есть я решил, я хочу разобрать вот этот альбом и делал эфир, посвященный этому альбому. Здесь вы предлагали альбомы и выиграл альбом группы «Операция Пластилин» под названием «Блэкаут». В чем будет необычность этого разбора? Я ничего не знаю про группу «Операция Пластилин». Я слышал от силы два трека. У меня нет ни одной реакции на эту группу. Я слабо себе представляю, что они из себя представляют. И в этом будет своеобразный интерес. То есть в этом и будет главная фишка этого разбора, что это будет не разбор там от фанатов. Я часто своих любимых исполнителей разбираю, в которых я знаю подоплеку, знаю бэкграунд, знаю другие песни. И альбом этот, как правило, наизусть знаю. Здесь будет первое прослушивание альбома целиком от человека, который не в теме и не в материале. То есть такой прям сторонний-сторонний взгляд. Мне кажется, что, во-первых, если ребята из группы «Операция Пластилин» то посмотрят, им это будет интересно. Во-вторых, вам это может быть интересно, потому что многие из вас тоже впервые для себя сейчас откроют группу «Операция Пластилин». Не верю, что все присутствующие ее знают. Вот. Если зайдет хорошо такой эксперимент, то мы дальше будем повторять подобную механику. И вы сможете предлагать альбомы на разбор. Периодически я буду сам делать разборы того, что я хочу. Я периодически буду давать, делегировать, так сказать, выбор вам. Два организационных момента. Сегодня не будет разогрева в привычном понимании. То есть обычно на моих стримах первый час я общаюсь с чатом, отвечаю на вопросы. И поскольку это под запись идет, и эта запись будет заглавлена как разбор альбома, то здесь вот этого всего не будет, просто чтобы не забивать хронометраж. Второе. На стриме не работают донаты сейчас. Они замьючены. Чтобы они не сбивали во время прослушивания. А то ты слушаешь песню, тебе 10 донатов падает. Все донаты после прослушивания альбома в конце стрима я размьючу, прослушаю, всем отвечу. Заказать сегодня ничего нельзя. Просто если вы хотите меня поддержать, ссылочка на донат в описании. Вроде все. Вроде все сказал. Да, по поводу записи. Запись будет, я сделаю со своей стороны все возможное, но ее может не быть, при условии, что этот видос просто забанят по авторским. Я не знаю, кто менеджмент операции пластилин. Мало ли они там дружат с Серафимом Мукой. Всякое бывает. Поэтому я постараюсь сделать так, чтобы запись была, но я не обещаю. Типа я со своей стороны сделаю все возможное. Дортейнс, спасибо за 5 подарочных подписок. Так, у нас запустился хайповоз. Ребята, развлекайтесь. Я пока выведу обложку альбома. А что, нет альбома одним видосом? А вахуэ. Да, давайте я вам покажу обложку, мы ее посмотрим просто. И после этого будем песни слушать с текстами. А вообще, вот те, кто шарит за группой операции пластилин, скажите, насколько критично, насколько важно иметь тексты на экране? С точки зрения упора на тексты, с точки зрения разборчивости, читаемости и всего прочего. Есть смысл выводить экран? Нет смысла, пишет. Хорошо, тогда не будем. Транса подлагивает. Хотите битрейт поменьше сделаю? У меня просто ничего не лагает, но может быть твичу тяжело. Давайте битрейт поменьше сделаю трансляции. Я думаю, что вы картинку чуть менее качественную переживете. Так, поменял, где-то секунд через 10 у вас станет лучше. Нюберг, почему у тебя такой специфический вкус музыки? Ты вообще слушаешь трэп. Трэп за главной буквой написано. Как тебе новый альбом О'Джи Будда? Нет, я не слушаю трэп. Новый альбом О'Джи Будда я не видел, не слышал и не планирую. Почему у меня такой специфический вкус? Потому что я живой человек, у которого есть свои увлечения, свой бэкграунд. И мне не 15 лет. Поэтому, когда я рос и формировался, трэпа никакого не было. Его не было в моей жизни. Вот, пишет, в ППС нормализовался. Ну, потому что я битрейт понизил. Надеюсь, качество кардинально не упало. Так. Мы перескакиваем сюда. Значит, вот так выглядит обложка. Обложка, кстати, красивая. Обложка прям по цветам мне очень нравится. Она, конечно, выглядит очень нейросетевой. По крайней мере, я такое делал с Миджорни. Но мне очень нравится по цветам, по композиции. Она прям притягивает взгляд. Она эффектно бы смотрелась на виниле. И в целом, ну, очень приятная какая-то. Обложка нравится. Вот, кладбищенская эстетика. Такой прям апокалиптический пейзаж. Огонь, клубы дыма. Клево. Тут бы еще прикольно, если бы в клубах дыма что-нибудь угадывал. Там какие-нибудь очертания. Каких-то предметов. Какие-нибудь черепа, что-то такое. Но нейросеть так не умеет. Мы пойдем по альбому. Мы не будем слушать на ютубе. Я открою. Спотифай. Значит, альбом на 10 треков. И вышел он в прошлом году. 22-й год. Первая песня называется Opening Rakamaka 4. Звук какой-то прям пазящий и неприятный. Надеюсь, это чисто для вступления. Надеюсь, она все так не будет. Ну, это прям панкота. Так, еще раз. Я ничего не знаю про группу Операция Пластилин. Я сейчас даже буду пытаться вот в своей голове нанести и группу Операция Пластилин на какую-то мою внутреннюю карту исполнителей начну с жанровой принадлежности. Пока ощущение, что это панкота какая-то. Барабаны очень панкушные. Гитарки прям такие вот сырые, грязные, прям панкотные. Сто процентов панкота будет. Ом, манни, манни, падам, начинаем варажбу, раскачаем стадион и леканем в пустоту. Славно яростный табун мы несемся на обум. В раскрофиченном гробу со всем стафом на горбу. Если где-то здесь есть бог, может, мир не так уж плох. Может, вовсе я не лох. Он просто андердок. Славный мудрый марабон палит, как летит табун. В раскрофиченном гробу со всем стафом на горбу. Я ведет смерть самую... Так. Окей. Первый вопрос, который у меня возникает как у стороннего слушателя. А сколько вокалистов в этой группе? Потому что я услышал уже то ли три, то ли четыре голоса. То есть это один человек так прикалывается разными вокальными манерами? Или там овер дофига вокалистов? Но там, по-моему, один из них был женщиной. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Так, ну пока у меня лютый диссонанс между тем, что я услышал в первом треке. А первый трек — это очень важно для любого альбома. Первый трек — это то, что формирует начальное ощущение, эмоциональное впечатление от альбома. Второго шанса произвести первое впечатление у тебя не будет на слушателя. Ты вот первым треком должен объяснить ему, что он включил. И вызвать интерес какой-то. Оно так дисгармонирует с обложкой. То есть обложка такая мрачная, пафосная, апокалиптичная. Я думал, там какой-то эпик метал будет под ней. А тут панкота с юморесками. Причем такая, ну, распиздяйская очень. Какая-то полудетская. Я не понимаю, почему такое зловещее название Blackout. Такая зловеще-мрачная, эпичная обложка. Прям странно. Прям, прям странно. У меня пока не сходится, это воедино. Мне кажется, им бы на фиток Anacondos затащить. Вот у них бы хорошо получилось. Я не люблю Anacondos просто. Как раз вот за это. За то, что они какие-то... С одной стороны, слишком... Чтобы это мне эмоционально нравилось, они слишком добрые. А чтобы раскрыть свою главную фишку, у них слишком много упора на юмор, который мне не близок. Вот у меня другое чувство юмора, у меня другое смешно. Мне вот приколы в стиле Anacondos не кажутся смешными. А там такой упор на юмор, что если тебе не заходит их чувство юмора, то тебе, ну, в принципе, нет смысла это слушать. Вот ощущение, что они где-то вот на... Я вот точечку мысленно двигаю в системе координат своих. Вот ощущение, что они где-то рядом с Anacondos должны находиться. Сделать погромче? Да, хорошо, сейчас сделаю. А еще вот сейчас ткну пальцем в небо, но мне кажется, что эти ребята должны быть на нашем радио. По крайней мере, это прям формат нашего радио, то есть здесь прям слышны, слышны вайбы там групп типа Северный Флот, Кукры, Никсы, вот этих вот завсегда ТФ-чартовые дюжины. Мне кажется, что они должны как в литые туда сесть. А вот эта часть, это чисто молодые Литл Биг, типа десятилетней давности. Воу. Сейчас я даже включу кусочек, который у меня прям ассоциируется. А вот эта часть, это чисто молодые Литл Биг, типа десятилетней давности. Ну прям вайбы от ранних Литл Биг, это Give Me A Money трек. Кстати, у меня одному кажется, что они как-то в 2022 году звучат более бедно, чем Литл Биг, типа в 2014. Give Me A Money сразу. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Не понял. Вот сейчас не понял. Так, вот хрестоматийный случай. Новый человек, новый слушатель открывает для себя группу. Он не знает, что группа выпускала раньше. Он, в принципе, про группу впервые слышит. Вот из информации вводной у меня есть обложка и первый трек. И я нихуя не понимаю. От трека какое-то очень нецельное впечатление. То есть ощущение, что трек сделан по принципу лоскутного одеяла. Вот мы крутой кусочек написали, вот написали еще один крутой кусочек, еще один. И все выкидывает жалко. Давайте сошьем в одну песню. Как-то слишком много всего для одного трека. Мне пока скорее не нравится. У меня какое-то неоднозначное отношение пока. То есть есть удачные куски, но при этом они соседствуют с какими-то очень проходными. И при этом это все настолько нецельно. Надеюсь, что дальше так не будет. Надеюсь, это для опенинга чисто. Следующий трек заглавный в альбоме называется Blackout. КОНЕЦ Весна блэкаутом накрыла наш район Молчат дома дрожит ведьмачий медальон Мимо пустырей, мимо жёлтых стен Ухожу дворами, зажав руке Я, как красный камешек, огнём свет Он не даст мне сдохнуть в этой темноте Но если говорить о плюсах, они очень движевые Они прям заставляют тебя двигаться Мне кажется, что у них должны быть концерты При нормальном уровне исполнения У них должны быть очень энергичные концерты Прям вот усидеть на месте тяжело Они прям побуждают тебя двигаться Но это, в принципе, отличительная черта жанра Скорее, чем самой группы Опять другая песня началась А в чём прикол Так, мы слушали залихватский поп-панк из начала нулевых Такой вот прям Музыка скорее для ностальгирующих, чем для молодых и современных А это что? Прям такой движняк И просто другой трек заиграл То же самое было в первой песне Это какая-то фишка группы, что они типа Пять демок в один трек сращивают Ладно Пять демок в нашем дворе Ярко-синие цветочки мигают, как стробоскоп Световик врубил блок-аут, пропил пульт и был таков Черная весна пляшет в кромешной тишине И под её подошвы не хрипит розовый снег Чтобы к лету снять под солнышем И видеть эту жуть Я в кошелке вместе с токарелым Третий трек пошёл В рамках одной песни Вот может показаться, что вернулся первый Но вот первая часть Вообще другой грув, вообще другое движение Это одна песня Буридан, пните вашего ослика Он никак не определится Какой трек-то играем? Мимо пустырей, мимо жёлтых стен Ухожу двора, мизажа в руке Я как красный камень, шикарный он цвет Он не даст мне сдохнуть в этой темноте Блэк Гао Блэк Гао Блэк Гао Это шутка Это всё ещё тот же самый трек Это четвёртый трек В рамках одной песни Это не следующая песня заиграла Это всё ещё та же песня И его Ладно Ну ведь Нахуя У меня, знаете, чувство, как будто я В переходе метро Купил Китайскую Отвёртку Пять в одном Которая одновременно Открывашка для пива И гель для душа Только вот это всё в аудиальной форме А нахера Ладно, беру свои слова назад Альбом Тут только Он маскируется, сука Там написано, что там 10 треков А на самом деле Там внутри их 40 Вот в этой песне Было 4 отрывка Которые Очень слабо между собой согласованы Ничего не предвещало Слушайте, а можно Группу операции Пластилин Слушать Если у тебя нет СДВГ Если у тебя не переключается Внимание Вот так вот Раз в 15 секунд Бля Я Я не понимаю прикола Наверняка Этот стрим Смотрят сейчас люди Которым Искренне группа нравится И которые шарят Объяснитесь То есть Это Реально фишка группы И так будет в каждом треке Или они зачем-то Первые два трека В альбоме Даже не первый Первый, ладно Он опенинг Он может быть там Лоскутным одеялом Шитым из других треков Например Но уже два трека В альбоме Они делают По принципу Лоскутного одеяла Как СДВГшник говорю Мне не нравится Пишут Типа А дальше там же Так же будет Она же вообще Не складывается в одну песню Почему Вот Да Ощущение Что я набор Переклеенных между собой Демок Слушай У меня такой же Сложный комплекс эмоций Вызывают Песни на онлайн баттлах Когда вот Людям надо Сдать трек И они Под видом одного трека Сдают два или три Когда просто Доигрывает один трек Начинается другой Вдруг И все это называется Одним треком Почему-то Я тоже СДВГшница И мне не нравится Пишут Не в каждом Но будет местами Угу Странная особенность Непонятная Окей Третья песня Называется Третий сборник песен Называется Сказка Ой, толкотня какая Ну а это Такой чисто Фолкпанк Что-то подобное Делала группа Король и шут Например В свое время Очень знакомая Музыкальная тема Я ее где-то слышал Я не могу вспомнить где Но у меня прям царапается В голове Узнавание Я вспомню Скажу Прощай Ищи меня За тридевять семей В зайце утка А в утке яйцо В нем скащево Смертью и голко Грустно сказ Мужики Вам нормально? Это все еще Та же песня А кто-нибудь Им скажет Что можно Писать песни Целиком А не отрывками По 40 секунд Что Ты Такое Я в ахуе Не ну как бы Первый трек Было забавно Второй Ну было смешно От абсурдности Ситуации Но третий трек Подряд Ладно Другая часть Пошла Третья часть Пошла В нем Скащево Смертью и голко Грустную сказку С хуявым концом Мне рассказали Друиды Со Щелкова Мне не было Марса Как и февраля Мне не было Моя Июня Июля Лиша Вкус чернел Как сгоревший Маяк Черными песнями Кубы Целуя Меня Держись Своих Жми руку Крепче В темные Времена Лучше видно Светлых Людей Старайся не троить Уважай женщин И пусть мы зло звучит Ром Через лень Помогай тем Кому можешь помочь Пиши хороший Конец этой сказке Пусть самую Временную Страшную Ночь Рассеет наш хаос Рассеет наш хаос Рассеет наш хаос Рассеет сказка Ребята Ваш хаос Который творится В музыкальной структуре Не развеет Ни одну тьму Он ее нагоняет Для простых и несчастных Про певел сгоревших сердец Про то, что такое патец Про то, что нам всем здесь пиздец Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Славен Иван Царевич, печаль твоя Царевич не вывез в бою с мертвецом Короче, кащу Девчонку замужу Грустную сказку При этом по тексту При этом по тексту у меня ощущение, что следующая срочка будет Слушайся маму, кушай кашу Ну то есть вот посыл на таком уровне находится А это нормально, что при прослушивании альбома Мне очень хочется домой к маме При том, что я дома У меня чувство времени стерлось Сколько там песен уже прошло Согласно Spotify идет третья По моим ощущениям, одиннадцатое А вы чувствуете некоторую смысловую рифму между названиями Blackout То есть Blackout это момент, когда полностью выключается весь свет И геометрии тьмы Это бы многое объяснило Дай тем, кому можешь помочь Пиши хорошие, кроме цены сказки Пусть самую длинную, страшную ночь Рассеять наш голос, рассеять наш гастал Простная сказка Я простык и несчастный Пробедил сгоревших сердец Про то, что такое ботец Про то, что нам всем здесь пиздец Не пугай меня, не надо Не переключайся Окей Уживем Простная сказка Про то, что такое ботец Простык и несчастный Простная сказка Про то, что такое ботец Нет, то, что нам всем здесь пиздец, я уже понял. Это печальная новость. Она вызывает у меня боль и целый сложный комплекс разных недомоганий. В основном душевного свойства. Если бы я включил этот альбом без вас, просто чтобы ознакомиться на досуге, что за группа «Операция пластилин», я бы выключил на первом треке. Но после третьего я бы и не вернулся никогда. Так, следующий сборник демок называется «Хоровод». А мы пойдем на завод, зарабатывать инсульт. Пацанов чатами прят, пацаны не танцуют, а распутится доска. Недожизнен коллагик, это наш мрачный дискач. Хороводом бьет с ноги, а я распитый диско-шар. А мои осколки ноги режут, никого не жарят. Прости камень, кто не грешен. Пацаны карпят, умирают на заводе. Береги себя в этом шутком хороводе. Какие неприятные визгливые бэки высокие, прям по ушам бьет. Девы до сих пор играми пьет. Мне бы к ним попасть в небесный скот. Подминать парами, а ты напрячь. Но кружится безумный караван. И продолжается дискач, дискач. Один трек. Тот же самый трек. Чего, блядь? Ой, все, ладно, у меня даже уже эмоциональных сил нет. Охуевать, а это меньше половины альбома. Баски, ой, люли, утопили в шок крови, а я разбитый диск из жара. Мой осколок в каждом перце, каждый день кошмар. Тяжело быть человеком, сердцем, злобный крокодил. Гримуаром вдохновился, солнце проглотил. Но, конечно, подавился. Своим небо пеклом от костра. Прочит всю рассвет, ровно уйдет. Там пацаны из моего двора. Где-то до сих пор их на дюймя. Мне бы к ним попасть в небесный скот. Подминать парами, а ты напрячь. Но кружится безумный хоровод. И продолжается дискачь, дискачь. Своим небо пеклом. Дискачь, дискачь, дискачь. Дискачь, дискачь, дискачь. Дискачь, 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 дискачь. У меня целая пачка вопросов есть. Вопрос первый. Почему каждый раз, когда я доверяю вам что-нибудь выбрать, получается что-то вот такое? Теперь вы понимаете, почему я сам обычно выбираю, что буду разбирать? Второй вопрос. Как в одной песне уживается? Вот это? Вот это? Вот это? И вот это? Ну это же просто, блядь, фрагменты разных песен. Дайте я вам просто зачитаю сообщение из чата, чтобы вот если вы в записи посмотрите, вы понимали, что происходит. Ты зачем пять разных треков включил? Требую на суд ник человека, который голосовал за этот альбом. Путина им под одеяло. Стример передумает давать выбор альбома в руки аудитории. Бунт. Выключи. Давай Летово. Нахрен это выбрали. Летово. Лютый трэш. Я уже устал от альбома. Что за трэш? Это пиздец. По обложке я думал, что это металлкор. Обрадовался, как же я ошибался. Это кошмар. В каком году это написано? В 2022. Я как человек, который слушает операцию Пластилин с 2014-го, могу сказать, что даже мне трудно слушать этот альбом. Страшно, очень страшно. Сектор газа какой-то. Давайте Летово. Да ну нахуй. Выключи. Может все-таки Летово. Дорогой дневник, я не могу описать ту боль, которая происходит. Нам всем здесь пиздец. Пятый трек называется «В мерче». На аккордах на блатных. Я пиздоню на басу. Песни для нерв на больных. И кольцо блестит в носу. Нас позвали в фестиваль. Под названием «Панк Смотет». Я со сцены прыгнул в зал и сломал себе привет. Но все равно я люблю твои треки бой. Я сожжу в своем лече. Я люблю тебя вообще-то. Я сожжу в своем лече. Я люблю тебя вообще. Я наряднее, чем Гриндей. По банк роковей, чем Клэш. Я хедлайнер всех мастей. На обед стреляю кэш. К черту эту суету. Я поеду с группой в тур. Через Питер в арку думан я бросил институт. Как тяжело быть панк рокером на Руси. Я сожжу в твоем лече. Я люблю тебя вообще-то. Я сожжу в твоем лече. Вот ау-ау, я полностью солидарен. Бля, как же это фальшиво и плохо зв... Это пиздец. Нет, я музыкальный стример. Я слушаю музыку каждую неделю по 10 часов. Я знаю, что уши могут кровоточить. Но я только сегодня узнал, что они могут плакать. Это какой-то один сплошной ау-ау. Я ебал. Короче, все. Нахуй. Дроп плюс скип. Я не буду это слушать. И вас заставлять. Все. Спасибо, что посмотрели этот содержательный разбор альбома. Не слушайте его никогда. Никогда не доверяйте аудитории что-либо выбирать. Потому что они вот все время выбирают, что это такое. Я не знаю, как это получается. Вот всегда, когда я выбираю, получается интересно. А когда... Вот я на тиранском... Ну что может пойти не так? Ну пусть ребята предложат свои варианты. Что-то... Че-ебанулись. Все. Все. Нахуй. 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 Сворачиваем лавочку. Это пиздец. Все. Всем спасибо за просмотр. Продолжение следует... Продолжение следует...